Решите уравнение 9 в степени х минус половина, минус 8 каких-то троек в степени х минус 1 плюс 5 равно 0. Сразу же это должно напоминать квадратное уравнение. Каким-то образом вот 3 в степени х или 3 в степени х минус 1 можно заменить. И тогда уже понять, что здесь будет. 9 в степени х это как 3 в степени х и все это в квадрате. Подумать просто, что лучше всего сделать как замену. Вот, например, 9 в степени х минус 1 вторая можно написать как 9 в степени х поделить на 9 в степени 1 вторая. А это как поделить не на 9 в степени 1 вторая, а поделить на тройку. То есть это корень из 9. 9 поделить на 3. 8 умножить на 3 в степени х и тоже делить из-за вот этого минус 1 на 3 в первой. Ну или на тройку. И дальше плюс 5 равно 0. Лучше всего умножить теперь на 3, так будет приятнее на него сотреть. То есть 9 в степени х, я запишу как 3 в степени х и все это в квадрате. Минус 8 умножить на 3 в степени х и плюс 5 умножаем на 3, будет 15. Равно 0. Делаем замену. 3 в степени х равно t. Кстати, t не может быть нулем и отрицательным. То есть он обязательно положительный. И здесь будет написано. t квадрат минус 8t равно 0. Разбиваем на множители. Как 15 получить? Это 3 умножить на 5. Здесь удобно, потому что в сумме дают 8. t минус 3 умножить на t минус 5. То есть или же t тройка, или же t это пятерка. Возвращаемся назад. 3 в степени х равно 3. Отсюда х должен быть единицей. Или же 3 в степени х это пятерка. И вот тут как? В какой степени тройка даст пятерку? В первой степени это 3. Во второй степени это 9. А тут получается между 1 и 2 какое-то число. Так вот, для этого мы берем логарифт по основанию 3 и с левой стороны. То есть здесь будет логарифм 3. Вот 3 в степени х, здесь будет логарифм 3 от пятерки. И вот эта часть, где х можно вынести. Ну или по сути 3 в какой степени даст? 3 в степени х. В х. Для этого логарифм мы брали. То есть убить основание степени нужно полагарифмировать по этому основанию. И тогда здесь будет просто х равно лог 3 5. Это число между 1 и 2. Дальше х1 тогда, а это х2. Попросили в b найти все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку от 1, не включая, до 7 третьих. А это больше 2. То есть от 1 до 2 с копейками. Это число между 1 и 2, только что это поняли. То есть лог 3 5, он находится между лог 3 3, а это единичка, и лог 3 9, а это двойка. То есть он между 1 и 2 зажат, поэтому явно будет внутри этого промежутка. Поэтому ах равно 1 мы не берем тогда, именно если про пункт b говорим. Продолжение следует...